Горожане активно готовятся к Новому году. Украшают елки, покупают подарки, планируют праздничное меню. А за натуральными и свежими продуктами отправляются на продовольственные ярмарки. Одна из таких в минувшую субботу проходила в Саранске. В ассортименте все, что необходимо для праздничного стола. Купила мясо. Ну, конечно, дороговато для меня, но все же купила 10 килограмм по 370. Ну и яички вот. Все купила, что хотела. Вот три раз ходила в четвертую еду. На этот раз главным ярмарочным товаром были даже не новогодние деревья, а темарские куриные яйца. Здесь их продавали по 70 рублей за десяток. По сравнению с магазинными ценниками было недорого. Помимо яиц, горожане быстро разбирали овощи, мясо, рамадановский сахар, сливочное масло и сыры и чалковского, инцарского и ковылкинского производства. И ради выгодных покупок горожане были готовы стоять в больших очередях. Очень дешевое, хорошее чалковское масло. Оно очень хорошее наше масло. Будем из него печь. Вот здесь женщина проходила, сказала, сейчас скажу рецепт. 180 грамм сливочного масла, 300 грамм ирисок, ирисок обыкновенных растопить и туда пустить. Вот эти вот кукурузные палочки немножко. Все это слепить и получается очень вкусный торт. Курочкам купили зерна, сахар купили. И так планируем, что еще купить. Сыру купить надо. Но не только товары крупных предприятий можно было купить на предновогодней ярмарке. Натуральная продукция мелких хозяйств тоже разлеталась по сумкам покупателей. Владимир Швецов привез на ярмарку лакомства для сладкоежек – зефир и мармелад собственного производства. Мы производители сами. Работаем в Саранске. Своё производство. Производим зефир и мармелад. Своей продукцией сами торгуем. Планы большие. Планируем развиваться. Но пока вот мармелад, зефир. И какой же Новый год без елочки? На предновогодней ярмарке можно было купить пушистые и зеленые новогодние красавицы. Причем цена гораздо ниже, чем на елочных базарах. Главный атрибут Нового года на ярмарке продавали по 250 рублей за дерево. За несколько часов от большой кучи почти ничего не осталось. Привезли порядка 250 штук. Всё уже практически продали. Вот остаток у нас. Чтобы пополнить запасы холодильника к праздничному столу, люди приходили на ярмарку не по одному разу. А донести тяжелые новогодние пакеты до дома помогали волонтеры. Анастасия Суркова, Игорь Гангаев. Наши новости.